Ребята, полюбуйтесь, выкинули на трассе, на трассе, как ехать в Маринскую. Здесь дорога на свалку. Вот таких малышей голодных, я специально купила, я знала, что они здесь, мне сказали. Вот миска, кстати, раз, там типа таксов, три и четыре. В общем, смотрим. Так, пакет утащили, воду разлили, красавчики, у них там вода стояла. Вот, смотрите, нахуй, где пакет? Есть у нас, сейчас, сейчас, малышей, может быть. Ой, суба, я рада, смотри. Смотрите, как они едят. Ужас, голодные, женщины. Мольшие едят, маленькие не дают. Да, вы мальчонки. Вот это да. И проезжаешь, не видно их на трассе. Это вот такса, реально помесь таксы. Я боюсь представить, что вот там на самой свалке. На свалку знаете, сколько выкидывают? Котят, щенят, прям на свалку. Дофигища. Смотрите, вот это полутаксёныш. Есть просто. Сейчас я вам столько, дам полтора килограмма уже мяса такого. Взрослые поели, теперь щенки едят. И взрослые обижают щенков. Это прям таксёныш, обалдеть. Кушайте, кушайте, может сейчас ещё. Да ты тоже золото. Ну, я вот насыпала. А она что-то там ходит. А, вон. Кобелёчек. Иди, иди посмотрим, кто ты. На, я тебе поглазу. Да. Нет, там же еда есть. Вон. Твой братик-сестричка кушает. Вы меня разрешите поглазить? Ты язык свой оба... Это мальчик. Вот это мальчик. Это мальчик. А, пофиг. Вот так берут пацанов. Нам только мальчика. Всё. Берут пацанов, вырастают, и они их выкидывают. Вот так. Кто с напалоска? Посмотрите, кому вы пристраиваете мальчиков. Ты кто у нас? Ты тоже. Все мальчики. Кобелёк. 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 Такса, я не знаю. Такса, девка. Ещё молодая года нет. Ещё течки не было. Ну, пожалуйста. Как ехать на свалку? Выкидывают постоянно щенят, собак. От стерилизации никто не слышал. Никому не нужно стерилизовать своих собак. Хотя бы для того, чтобы спрос на таких был. Сколько они тут времени находятся, никто не знает. Места, вы думаете, у людей других достаточно, да? Нет, они вам не нужны. Они никому не нужны. У меня места нет уже. У меня все на карантине. Все клетки занятые. Вот так. Не стерилизуют собак своих. Выкидывают. Нормально. А если я поеду на свалку, сколько я там найду? Что для вас вещи? Или что это для вас? Вон, их большие обижают. Думала, что у меня воды с собой не оказалось. Оказалось, оказалось. Смотрите, как пьет. Ну. Вот так пить хочет. Когда выкидываете, не думаете, да? Что-нибудь пить, есть. Это для вас мусор, у которого нет чувств, да? Доброе утро. Она плакала. Мы идем выгуливаться. Шесть утра. Ночью я не спала почти. Точнее, вообще не выспалась. Меня вчера накрыло. Нас тут малыш встречает. Такая девочка. Пойдет гулять. Теперь я выгуливаю Раду и Персика. Персика воспитываю. Если он тянет, он подходит и садится. Потом, если опять тянет, он опять подходит и садится. Пошли. Персик намного воспитаннее, чем все остальные наши... Все, натянул. Хороший ты, хороший. И ты, хорошая. Облизываются. Да? Вы облизаки. Вы собаки облизаки. Так. Смотрите, я заглянула в котин дом. Там бежит... Бежит, бежит черненький. Поднимайся. Секс. И Нурка. И принцесса. Ой, ты принцесса. Кайфушница. Что смелость делает, да? С животными? С котятами. Тут Бобка. Бобка Батон сегодня поедет в Ставрополь. Смотреть, почему же он пищит так, что у него со спиной, дать, кто-то ударил. Оби Батон. Да? Красавчик спокойный, не мешает, не лает, никаких неудобств не предоставляет. Спокойный висичак. Поднимайся. Ребята, у этого котенка больше не пропускают легкие, воздуха нету, грудная клетка поуже стала. То есть получше. Вот Саца, это что такое? Саца, вот он первый котенок, к которому ты так относишься. Не смотри на него. Что, вообще что ли? Ах ты, собака сутулая. Сколько их котят Саца принимала, что-то этого котенка не принимает. В общем, все, животик у него зарос, легкие тоже заросли, воздух не пропускают, ему уже не больно. Ставрополь, я не повезу. Ой-те, ой-те, какая, ой-какая. Это же девочка. Ой-те, конечно, видите, там животик зарос. Котин дом, котин дом. Вот чудо, которое скоро отправляется, ну. А тут, оп, и я, говорит, тоже тут. На меня смотрит, лучик на меня смотрит в другую комнату и говорит, так, и что? Вы мне еще не нашли ручки? Ну, ладно, я тут поем, посижу. Что с тобой? Ну что, ребятушки, мы едем в Ставрополь. Бобка, батон, он уже не дурак. Он уже ездит на машине, на пеленочках, под кондиционером. У нас 40 градусов жары, правда. На машине чуть остыло уже 37, пока. Ну, невыносимая жара. Все уже под кондиором. Всем хорошо. На, Бобка, палочку. Теперь я буду есть вкусную штучку. У меня операцию делать не будут, меня просто посмотрят. Ты обиделся, что я тебя поругала? Я тебя правильно поругала. Я его поругала, ребята, за то, что он захотел вперед лезть. Короче, вот тебе палочки на. Захочешь, поешь. А то он сюда уже собирался прыгать на ручки. Бобка, батон. Бобка, батон вообще пес обалденный. Не мешает, не гавкнет лишний раз. Только вот висельчак. И как будто его нету. Вот такой. Ой, у меня аж скольких собак держу. Есть такие проблемные. А есть вот как Бобка, вообще не проблемные. Ехала, естественно, я таскаю собак. Я вся в ледяных перьях. Вот. У нас не делают УЗИ сердца. У нас нет кардиолога. Поэтому УЗИ сердца поедем сейчас делать в Ставрополь. Бобка, батон, короче, перебраться вперед. Говорит, ну что, мы тут, я с Турманом буду управлять. Я уже первый раз на машине еду, поэтому я тут такой крутой, на такой еще машине еду с системой охлаждения. Короче, мы попали в жесткую пробку. Ребята, посмотрите, вся гора, машины стоят. А мне Алиса говорила, чтоб я раньше завернула. Я думаю, блин, я всегда этой дорогой ездила. Вон сзади нас пробка. Ой, сейчас собаки, может, писюкать хотят. Сейчас мне машину всю сделают. Подъехали мы опять на эту заправку, как въезд в Ставрополь перед кольцом. Ну, кто со Ставрополя? Сейчас, мам, им их проветрить пока. Вот тут пес. И вот, смотрите, вот этого пса, они так и не укол... Ну, так он не пролечет, он чешется жуть просто. Тебе не колят, что ли? Ну, что это такое? Не пойму, то ли он чуть-чуть зарос, то ли как. Вон он, болячки, разодрал себе. Это домодокос. Вот он, посмотрите. Ставрополь, ну, определитесь, да? Помогите собаке, ну, у него тут вообще жесть. Мы подъезжаем, он чешется, чешется так сильно. С лапами что-то еще. Вот еще один пес. Да ты мой шладкий пирожок. На нее, смотрите, побег совершает. Как бы, говорит, так спрыгнуть, а... Бобка, Бобка, говорит, так... Куда? Это моя собака. Это... Моя собака, я сказала. Не трогать женщину, беременную тем более. Леди, ты так прыгаешь резво. Бобка, ты нас не довезешь, пожалуйста, до клиники? На эту морду. Бобка, ну, не довезете, нет? Ну, довольная, довольная, да. Бедчик, сейчас мы приедем, и я вас выпущу, хорошо? Бобка устроился неплохо. Нет, ты должен ходить на поводке. Ой-ти, ой-ти, говорит, отпустите меня, отпустите меня с поводка. Какая, ну, что вы? Все, Бобка присел. Бобка самый послушный собакен. Посмотрите, ну, как такого не любить-то? Естественно, это я после Леди. Леди вообще вычесывает, надо, она так меняет, страшно. Так и даже поводок не нужен. Далеко от нас не отходит, да? Посмотрите, как он стоит. У него что-то с лапами. И в заднее опять, да? Еле стоит. Бобби? Бобби, куда ты шел? Куда? Леди параузили, дирофиляри в сердце нет. Вес под 40 килограмм. 37-700. Когда я тебя подбирала, ты 25 или 26 весила. Ты куда? Куда растем-то? Ты уже не маленькая. Улыбака. Все, мы засыпаем. Засыпает Леди. В общем, покажу ей такая жесть. Отвалится у Бобки очень сильно. Да, Бобка? Скажи что-то. Твое. Звезда наша. Где ей? Короче, у нее 7 детей было. 7 хосят было. Бедненькая. Все, сказали давать кровоостанавливающие в вену. То есть, софтриаксонной антибиотики. Все это буду делать. Она уже выходит из наркоза. Сердце шикарное. Дирофиляри сердца по УЗИ нет. Анализы крови отличные. Хоть вкус мозга и плети. Но одна большая, когда делали операцию, она говорит, очень жирная. Прямо надо покупать корм и, исходя из норм, уже высчитывать, чтобы она не переедала. Не надо насыпать сколько хотите ешь. Тем более, она сейчас стерилизована. И у нее сейчас еще будет большая склонность к весу. Я за всех отдала 8 660. То есть, и за Бельчика, и за Бобку. Сейчас объясню. То есть, 5 800 это была стерилизация. 700 это ЭКГ ее было. Кстати, вот это 530 за Бобку. Там, то есть, сниму, сняли. Сейчас покажу. Бобки сняли бирку. Я говорю, снимайте бирку. Он уже не бездомный пес. Все, сняли. Гниет, воняет. Обработали. Прикиньте, сколько времени гниет. Также я купила симпарику Бобки. И симпарику... Короче, 900 и 730. Бобки 900, потому что он 15 килограмм весит. А должен 10 весить при таком росте. Смотри, у него единственная огромная проблема. Он сказал, я говорю, он плачет, когда его трогаешь. Ну, вроде все. Кости нормальные. Сказали, все нормально. Единственное, что он почему может обворачиваться. У него дикая блошина инвазия. Он говорит, я такой никогда не видел. Огромный слой. Это не первый день. Блохи его сжирают. Очень вот она. Блошина инвазия. Очень много там. Поэтому я купила и ему симпарику за 900. А когда колоть будешь? Колоть не буду. Сейчас дам симпарику и все. И вот этому маленькому. Да, сейчас дам. На, снимай. Все, ребятушки. Даем Бобке его таблеточку. Бобка, ты любишь кушать. Давай, по тебе видно. Опять. Просто таблетка вкусная. От блох, клещей, подкожных блох. А эту симпарику мы сейчас дадим. Он съел? Нет, эта вторая таблетка не тебе. Мам, он голодный, да? Или дома он же поест. Жалко мне его что-то стало. Ну, здесь же есть вот эти. Да, продают здесь кормят. Ну, вот там, в пальчике. Ешь, ешь, ешь. Ах ты, не ешь. Он есть не захотел, мы его заставили. У меня такое чувство, что у него левый глаз слепой. Смотрите, у него белый какой-то. Так, сейчас мы их или под дверь дорогой не кормить. Ну, давай бобку накормим, он бедный самый голодный. Ой. Он везде, не ем, мне его прям жалко стало. Бобку жалко стало. Я надеюсь, он не вырвет. Мы чуть-чуть дадим. Целый день, а то голодный ездит, да ездит. Леди, приходишь в себя. Я так рада, что ты перезвела наркоз. Меня трясло прям. Думаю, бедная леди, не дай бог, что случится. Ну, по результатам всего, она красотка. Она здоровый человек. А ну-ка. Выходи. Бобка, выходи. Мы приехали. Мы приехали, бабка, батон. Выходи, выходи. Бигля. Мика за нами заскучилась. Мики. Ты заскучилась? Я пришла. Она визит. Я говорю, мам, я уже засыпаю. Мы выезжаем со Ставрополя. Мама говорит, я тебя буду подбадривать. Я тебя буду подать через 15 минут. И до самого Новопавловской машину во двор загнала. Мама проснулась. И все подбадривает. И все подбадривает во сне где-то у себя. Окей, можно я плачу? Так, а теперь наша принцесса. Тихо, ну не плачь. Леди, не прыгать. Ох, еб... Мать.